В небольших магазинах Мангистауской области наблюдается дефицит сахара. В крупных супермаркетах продукт есть. Местные власти призывают не создавать ажиотаж. По заверению чиновников, запасы постоянно пополняются. В стабилизационном фонде находится 4,5 тысяч мешков с сахаром. В этом оптовом супермаркете на окраине Октау сахар есть. Причем здесь его фасуют и взвешивают для себя сами жители. Разрешено брать до 3 килограммов. Цена социального товара – 460 тенге за килограмм. Раньше по 350 тенге покупали. Сейчас цена тоже терпимая. Сейчас берем по 460 тенге за килограмм, но это, я считаю, дорого. Взяла около 2 килограммов. Этого мне хватит на неделю. Дома много детей. Помню, что изначально было 280 тенге за килограмм, а потом пошло подорожание. В этом крупном магазине 26 микрорайона также действуют ограничения. 2 килограмма сахара на человека. Люди спокойно берут товар с прилавков. Очереди нет. За 2 килограмма я отдала 1000 тенге. Раньше сахар стоил 300 тенге. Но до подорожания я взяла около 5 килограммов. Придешь в магазин и нет сахара. Смотришь, смотришь, нет. Но сейчас вроде бы есть. А цена сахара вас устраивает? Конечно, дорого. Для нас, пенсионеров, это очень дорого. Особенно у кого маленькие пенсии, очень дорого. В Мангастау сахар завозится из Жамбылской и Алма-Атинской областей. В стаб-фонде сахар есть. Здесь его 220 тонн. Все эти 50-килограммовые мешки заполнены сахаром. Исходя из потребностей предпринимателей, в среднем в неделю на Актау отпускается 40 тонн. Для населения города этого достаточно, говорят специалисты. Власти утверждают, сейчас в регионе 555 тонн сахара. Часть хранится в стабилизационном фонде. Остальное на складах крупных торговых точек Актау. Этот механизм предназначен для сдерживания цены и обеспечения населения сахаром в случае его отсутствия. Стоимость мониторится ежедневно. Цена сахара из стабилизационного фонда составляет 350 тенге. У поставщиков от 460 до 500 тенге. Но иногда владельцы небольших магазинчиков на своих прилавках спекулируют ценами. С ними проводим разъяснительную работу. При необходимости штрафуем. Лимит в одни руки – это временная мера. По словам специалистов, импорт сахара из России и Беларуси приостановлен. Через 10 дней в Мангостау прибудут 5 вагонов из Жамбылской и Алматинской областей. Продолжаются переговоры о дополнительных 10 вагонах сладкого продукта.